8 тысяч смолян и гостей города пришли на красочное пиротехническое шоу «Смоленский звездопад», которое уже в шестой раз проходит в нашем городе. С каждым разом праздник становится все масштабнее и ярче. В этом году на фестиваль приехали самые именитые команды со всей России, которые до этого демонстрировали свое пиротехническое мастерство на таких крупных проектах, как Олимпиада в Сочи и Алые паруса в Санкт-Петербурге. Если мы раньше делали просто номинации, то в этом году мы сделали места. Команда очень сильная. У нас будет первое, второе, третье место. Обязательно приз зрительских симпатий. И лауреаты будут этого конкурса. В этом году организаторы решили сделать еще больше игровых зон для детей. Аттракционы, батуты, аниматоры и аквагримеры развлекали самых маленьких гостей праздника. Через 45 минут начнется фейерверк. Для нас самое главное – это зрелищность и безопасность. Это самые главные составляющие. Хочу всем пожелать только положительных эмоций и хорошего настроения. Перед пиротехническим шоу всех порадовала хорошая музыка. В качестве специального гостя выступила группа «Конец фильма». Песни этого коллектива любят и знают многие. Поэтому все не просто подбивали, но и с удовольствием танцевали под известные хиты. Гости праздника делились своими эмоциями, которые были самые положительные. Мы не в первый раз были в прошлом году, поэтому мы приехали всей семьей и в этот раз. И здесь сегодня больше людей мы заметили, больше аттракционов, веселей, настроения больше. Видим, много людей даже не с нашего города. Приехала с Калининграда. Очень хороший концерт и вообще мы ждем фейерверка. Дают специальные очки, шарики бесплатно. Очень вообще круто тут. Будем смотреть салют. Будешь смотреть салют. Мне рассказывают, что тут дискотека будет. Я сейчас хочу на батуте попрыгать. И я просто не могу передать свои чувства. Настолько здесь комфортно, настолько интересно. А я приехала со своей дочерью, со своим зятем, со своими внуками. И с маленькими, и с большими. Поэтому я считаю, что такие фестивали нужно проводить и именно на Смоленской земле. Все с нетерпением ждали начала пиротехнического шоу. И после захода солнца небо засверкало миллионами огней и яркими вспышками. Всего в конкурсной программе выступило шесть команд. Жюри было сложно определиться с выбором, ведь все команды лучшие из лучших в своем деле. Задачей каждой из них было сделать свое выступление уникальным и гармоничным. Раскрыть тему выступления так, чтобы это выглядело как законченный спектакль. В итоге первое и второе место получили команды из Москвы, третий из Реутова. Смоленск, как организатор праздника, выступил на фестивале вне конкурса.